Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, сегодня мы с вами пробуем поработать и очистить энергетику человека с помощью шаманского бубена. Ну, мы с вами уже оживляли его, и ваш бубен уже, надеюсь, стучит в ритме вашего сердца, поэтому не будем повторяться. Перед работой бубен нужно поговорить с ним, оживить, разбудить немножко, почувствовать его, поговорить. И, значит, как мы, друзья, с вами работаем. Если необходимо вам очистить человека, да, есть человек, которому вы хотите помочь, он может находиться, Если он находится рядом с вами, вы сажаете его и работаете напротив него, можете передвигаться вокруг него с бубном. Это даже лучше, чтобы пройтись вибрациями по всем чакрам, очистить землю, очистить небо, снять какие-то подключения, выгнать болезнь, выгнать сущности. А вот когда вы работаете с человеком напрямую, если человек находится на расстоянии, если у вас хорошая визуализация, вы уже умеете работать, вы можете этого человека вызвать его образ, фантом и работать по фантому. Да, вот чувствовать чакры, чувствовать подключение и с помощью вибраций бубна убирать. Да, вот чувствовать, да, то есть вы здесь не должны подбирать какой-то особый ритм. Вы должны войти в ритм этого человека, в ритм его сердца и прямо вот эту грязь, какие-то подключения. Мягкими ударами вы очищаете и когда чувствуете, что нужно прибавить, прибавить, делаете большой удар, как бы проталкиваете энергию, пробиваете затор, снимаете какую-то грязь или обрубаете какие-то нити. То есть мягкие удары вы как бы проходите, массируете, проходите по чакрам, чувствуете, прямо идете в чем-то у себя и у него. Жесткий удар – это значит, вы обрываете эти связи. Ритм может увеличиваться, уменьшаться в зависимости от вибраций в этих энергоцентрах человека. То есть внизу, как бы, вибрации, к примеру, на стопах и даже ниже, в черном солнце, они низкие, да, а поднимаясь выше голове и выше вибрации, ритм становится более… То есть ритм увеличивает свои вибрации и так или иначе вы можете опускаться и подниматься в зависимости от ощущений, потому что невозможно, да, то есть связей в человеке очень много и вы чувствуете, прошли, но внизу осталась какая-то грязь. То есть вы опускаетесь и еще прорабатываете, работаете с энергией и работаете вибрации бубна. Значит, драгоценные мои друзья, если вы, у вас плохая визуализация, вы можете, ну, работать по фотографии человека, поставили перед собой фотографию, настроились на этого человека, сначала настраивайте себя и бубен на ритм сердца этого человека. Самое главное, ритм в теле человека – это биение его сердца. Настроили, как бы вот этот образ, эту фотографию вы даже накладываете на бубен, если вам удобно. Нет, не физически, а вот энергетически смотрите и понимаете, что бубен – это как бы аура, аура, круглая аура человека – это бубен. И вы прочищаете, бьете в те места, где чувствуете, там, где есть проблемы, где есть печати и с помощью вибрации вы их снимаете. Вот сейчас мы с вами попробуем, ну, чтобы на практике это было, как это происходит. Это занимает, наверное, работа с одним человеком где-то минут 20-полчаса, если вы конкретно все пробиваете, всю ауру прочищаете. Если есть конкретные проблемы в каком-то месте, это может, ну, занять где-то минут 10, когда вы работаете, к примеру, с сердцем человека, с ногами человека. Либо отражаете атаку колдунов, то есть это может занять гораздо меньше времени, то есть по ощущению, да, полная очистка или очистка частичная. Итак, друзья мои, мы ставим с вами сейчас образ женщины, Галины, у которой есть проблематика и с ногами, и с головой. То есть морок на голове, постоянно колдуны наводят морок и, кроме этого, еще откачивают энергию с нижних чакр, то есть жизненной энергией, энергией здоровья и, конечно, перекрывают все время землю. Поэтому мы образ Галины ставим перед собой и начинаем даже не с ног, а с черного солнца. Вот прямо чувствуете, да, вот, когда начинает, начинает какие-то, вот, вы прямо ведете и чувствуете препятствие какое-то, вот, как сохшаяся, сохшаяся глина. И тогда вы сначала мягко идете снизу губна, потом вот эти комки разбиваете, делаете энергию подвижно, как бы раскручиваете чакру. Идем выше, к коричневому солнцу, центру иммунитета. И прямо прислушивайтесь, когда Будем начинает, как бы, звучать, вот, вы упираетесь, то есть должно быть, вот, именно эта связь, не просто глупцевать в это, а вы, связь с изображением этого человека. Идем дальше, к стопам. Да, вот, чувствуете, если прямо чувствуете подключение, нити, которые идут к колдуну, вы можете пройтись по ним мягко тоже. Идете по этому каналу, чувствуете? Можете его оборвать, а можете пройти по нему до колдуна. И там уже начинаете закрывать его. Сразу дошли до колдуна, почувствовали, да? Пошла, пошла, пошли подключение, вот сейчас пошли подключение в область почек галины, да, вот, прямо, вы даже на себе можете ощущать, то есть вам начинают прямо, вот, эти нити достаточно жесткие, как проволока или колючие такие, как колючие кусты. Вот они прямо овалокили поясницу и почки. Вот до этого мы не чувствовали, а вот затронули, начали колдуна закрывать. Пошло влияние почек. Вы можете подняться сразу и мягко очищать левую почку. Опять возвращаемся к колдуну и отсекаем. И накрываем его морком звуков, прямо закручиваем воронку. И так идем. Опять потом почки очистили, мы еще, значит, поработали со стопами. Поднимаемся выше в процессе колени, низ живота, пробиваем все чакры и доходим, все сердечные центры доходим до головы и выше. То есть вот в таком ритме вы чувствуете, пока человек полностью не будет очищен. Проходитесь по чакрам, наполняете вибрациями. Ну, друзья мои, естественно, на камеру эти действия, ну, вы должны полностью быть погружены в этот процесс, чтобы он был эффективен. Я вам просто это как бы демонстративно показываю. Сейчас я буду как бы отдельно уже без камеры работать с этой женщиной. И еще раз пройдусь и все эти воздействия попробую убрать. То есть бубен очень хороший универсальный инструмент для очистки себя, пространства. И в какие-то моменты, да, вот, вы чувствуете, какой бой нужен, да, вот, подключаться к какому-то эгрегору. Эгрегору змеи, к примеру, эгрегору совы, волка. Для этого вы должны понимать, но эти ритмы должны чередоваться, да. То есть иногда можно один ритм набивать, а иногда нужно как бы в разных местах обращаться к разному. Вот, к примеру, верхние, верхние центры, здесь подходят, к примеру, бой орла или бой, ну, определенного ветра, то есть стихийный бой. Все это вы должны знать, но это должно включаться. Включаться автоматически у вас, вы чувствуете, какой бой нужен для того, чтобы прокачать и снять какие-то воздействия. Ну, вот, друзья мои, небольшой такой у нас урок по работе с бубном, но на самом деле нужно как можно чаще брать его в руки, брать и работать, чтобы бубен был вашим инструментом. Вот, как некая утренняя процедура очищения. Вы встали, проснулись, поздоровались с бубном, поговорили с ним, потому что даже вот звук голоса, он отражается от поверхности, и вы чувствуете, что бубен вам отвечает. Да, и, в принципе, он может даже предсказывать будущее, если вы посмотрите, почувствуете, спросите, а что ожидает меня или кого-то, да, и у вас начнут даже возникать образы. Таким образом, бубен отвечает вам. Ну, и, конечно, по ритм своего сердца включаете. Очищаете пространство, пространство дома, себя, может быть, так профилактически представляете своих близких, которые находятся далеко, и чуть-чуть их тоже опутываете вот этим ритмом, очищаете, омываете. И тогда меньше неприятностей, болезней, негативных действий. То есть, бубен универсальный инструмент. Так что, друзья мои, мы с вами будем проходить еще множество ритмов в этом плане. Так что, друзья мои, мы с вами будем проходить еще множество ритмов. Это немножко такой черный бубен, бубен, бубен атаки и нападения. Да, вот сейчас тоже некая такая работа, а лучше, конечно, в принципе, можно работать, конечно, одним бубном. Но, видите, этот бубен работает, звучит пожестче, потому что он напитан энергией нападения, он настроен. То есть, это не инструмент универсального очищения, а инструмент нападения. То есть, таким образом вы можете остановить своего врага или даже остановить его сердце, если вам это необходимо. Все, драгоценные мои друзья, надеюсь, наша с вами встреча была полезна. Все, пока, счастливо.